Всем привет! Вы смотрите LoveBlog и мы продолжаем наш курс по ведению в Java. Сегодня мы с вами ознакомимся с ветвлениями и циклами в Java. Какие же есть операторы для осуществления ветвлений в Java? В Java есть следующие операторы. If-else, switch, итернарный оператор. Как выглядит оператор if-else? If-else выглядит примерно вот так. В ВИФе мы указываем логическое выражение. В случае его истинности выполняется набор инструкций, который содержится между открывающей скобкой фигурной и закрывающей фигурной скобкой. В случае ложности логического выражения выполняется набор других инструкций. Также мы можем указать другое логическое выражение. То есть мы можем определить примерно подмножество логических выражений, которые мы хотим проверить. То есть в этих скобках, в случае ложности в этих скобках логического выражения, Java пойдет и посмотрит, что проверит истинность в этих скобках. else if, проверит на истинность логическое выражение в этих скобках. И в случае истинности выполнит набор других инструкций. Также мы можем указать, что в случае ложности первого и второго логического выражения выполнить какое-то там завершающее действие на ваше осмотрение. То есть блок других инструкций тоже. Естественно, else if мы можем указать большое количество. Я не знаю, есть ли какое ограничение по максимальному количеству else if. Ну, вот описание оператора if.else. Так, логический оператор switch имеет по сути ту же самую функцию. В скобках мы указываем, после switch открываем скобки и указываем выражение для сравнения. В случае совпадения, в случае если вот данный блок кода, кейс совпадения 1, будет истинным, выполнится набор инструкций и выйдет по брейку. В случае, ну и так, естественно, если совпадение 2 будет истинным, выполнится блок инструкций под номером 2 и выйдет с оператора по брейку. Если же совпадений не обнаружится, выполнится секция с оператором Default. То есть значение блок инструкций мы можем указать для выполнения по умолчанию. Давайте глянем на код немного. Допустим, сканер, сканер, new сканер. Сейчас мы научимся немного читать с командной строки и значения. System.in. Напишем сканер, сканер, new сканер. В скобках напишем system.in. Так. Допустим, у нас есть переменная int-result, в которую мы будем записывать записывать то целочисленное значение, которое будем вводить с консоли. Для этого нам нужно написать int-result равно сканер.nextint. То есть, этот блок кода что делает? Он мониторит командную строку нашу. В случае ввода int-result значения целочисленного, он записывает его в переменный result. И, допустим, у нас будет такая супер-пропрограмма, которая проверяет, если result равен 0, написать, что result is 0. В любых других случаях system.out.frontline.result isn't 0. Если переменная result содержит значение 0, мы вводим это сообщение в консоль. Если же любое другое значение, мы вводим вот это сообщение в консоль. То есть, переменная result содержит не 0. Запустим нашу программу. Как вы видите, активировалась наша консоль и ждет нашего ввода. Введем 0. Как видите, result is 0. Запустим еще раз. Введем, допустим, двойку. И запустим 0. Также мы можем, допустим, немного модернизировать нашу программу и уже проверять на, допустим, минус единицу. is минус 1 else в любых других случаях напишем, что result is неизвестен. unknown. То есть, что делает наша программа? она заходит давайте я отображу line numbers в одиннадцатой строке она заходит if, проверяя содержание переменной result. Если result содержит 0, мы выводим это сообщение. Если же не содержит, программа переходит на следующий блок else if и проверяет, содержит ли переменная result минус единицу. Если содержит, если истинно выводим это сообщение, в другом случае переходим на пятнадцатую строку на блок else и выводим сообщение, что результат неизвестен. Запустим нашу программу. Введем минус единицу. Как видите, вывелся блок кода на четырнадцатой строке, который нам напечатал данное сообщение result из минус 1. В любом другом случае 23 результат неизвестен. Все довольно просто. Давайте перепишем нашу программу, используя оператор switch. Оператор switch, как по мне, более наглядный, более удобно читаемый, чем if. Пополняют по сути ту же самую функцию чем if else. Так, case минус единица, выведем сообщение наше. println result is минус 1. И напишем break. если 0 system out println result is break. В любом другом случае default значение по умолчанию system out println result is unknown. Все. По сути, это аналогично предыдущему нашему уведлению, используя if else. Сейчас давайте проверим. Допустим, программу видео минус единицу результат минус 1. на любом другом случае допустим, тройка неизвестен. Еще что хотелось бы сказать. Можно не указывать данный оператор break, данное ключевое слово break. Что оно значит? Оно вообще значит, что после выполнения данного кейса, в случае его истинности, нам нужно выйти с оператора switch. Ну и программа выходит с оператора switch и идет дальше. Дальше у нас ничего нет, она завершается. Если же мы не укажем выход со свеча, допустим, давайте уберем, то программа пойдет дальше, заглянет в следующий кейс и выполнит вот это вот сообщение, вот этот блок кода, и выйдет из свеча. Давайте проверим, давайте еще укажем кейс единица system outline чтобы было более наглядно. Здесь поставим break, а здесь его уберем. Программа будет выполняться, пока не наткнется на вот этот break. если же будет проверять эти условия и выводить сообщение. В случае истинности, если же мы введем минус единичку, да, она будет выполняться, выполнить все эти три сообщения. Если же мы введем какое-то другое число, которое не соответствует данным условиям, выполнится с экзией default. Естественно, давайте посмотрим на наш код. Смотрите, если мы выведем единичку, выполнится данная, данный кейс будет истинным, выполнится данная инструкция, да, result is 1. Все нормально. Давайте теперь укажем минус 1. Как видите, программа увидела, что данный кейс истинный, и выполнила данную инструкцию, которая находится под этим кейсом. Но, мы не указали программе, что нужно остановиться и выйти со свечения, указали ключевое слово break. И она пошла дальше выполнять все эти инструкции. Иногда такое полезно делать, но все зависит от вашей поставленной задачи. Иногда вам придется пропускать специально break. Тернарный оператор. Тернарный оператор это по сути тот же самый eFiles, только если у вас инструкции занимают одну строку. то есть я его называл eFiles в одну строчку. Иногда он таки используется. Используется довольно таки редко. 20% случаев примерно вы увидите его. Но, чтобы вы не пугались, вам хватит на нем знак. То есть у нас есть условия, которые проверяются на истинность. Ставится знак вопроса, как вы видите. Если условия верно, то мы возвращаем что-то, что нам нужно в случае, если условие верно. Если оно ложно, то мы возвращаем что-то, что нам нужно вернуть, если оно ложно. Давайте посмотрим на примерчик. Итак, допустим, у нас супер крутая программа, которая начисляет каждый декабрь месяц, каждый 12 месяц премию всем сотрудникам плюс 1200 долларов к их зарплате. В любом другом случае, если месяц какой-либо другой, мы просто ничего не возвращаем. Никаких премий у нас нет. Мы можем написать это с помощью if-else оператора, то есть с помощью такого ответвления. Но, как видите, особо сложной логики тут нет, поэтому мы можем переписать с помощью тернарного оператора. то есть написать бонус, проверить, ну объявить переменной бонус, проверить ввели ли мы 12, ну содержит ли манс значение 12, если истина, то мы прибавляем к зарплате нашу премию, в случае ложности мы ничего не делаем. То есть, опять же, вот здесь до знака вопроса содержится логическое условие, между знаком вопросом и двоеточие содержится то, что нам нужно вернуть в случае истинности, после двоеточия содержится тот блок инструкции, который нам нужно вернуть в случае ложности условия. Опять мы можем глянуть на код, если вам не понятно, допустим, теперь у нас переменная называется months у нас есть какая-то зарплата, которую мы инициализировали сразу 10 тысяч какой-то отдел примерно и мы можем указать написать бонус примерно вот так вот если months равен 12 то мы в нашей текущей зарплате добавляем премию 1200 в любом другом случае мы ничего не делаем. Как видите вся наша логика вместилась в одну строчку. если выполнить программу в 10 и ввести 12 а мы не выведем еще да, давайте выведем нашу зарплату опять запустим программу введем 12 как вы видите 10 тысячам прибавилось 1200 в любом другом случае ничего не поменяется так с операторами ветвления мы ознакомились циклы в java есть следующие циклы следующие виды цикла это цикл while while и цикл for в принципе если вы программировали раньше на других языках программирования то вам эти циклы все знакомы также есть цикл for each мы ознакомимся с ним после того как пройдем о p узнаем что такое объект и прочее он служит в принципе он часто используется для того чтобы бежать по коллекции что после делать итак цикл while цикл while в сути очень простой в скобках мы указываем логическое выражение логическое условие в случае его истинности если выполняется набор инструкций который находится в скобках цикл do while do while схожий с цикл while только отличие в том что do while выполнится хотя бы один раз то есть зайдет по-любому зайдет и выполнится один раз набор инструкций а потом проверится логическое условие если же оно истинно будет выполнена еще одна операция еще один пробег по телу цикла в случае ложности программа выйдет из цикла и будет идти дальше там что мы указали выполнять следующие инструкции так давайте сейчас заглянем на пример можем переписать сделать такую вот небольшую как бы игру вернуть опять на result на while пока мы не ввели единичку да минус единичку да наши переменные result так мы можем указать допустим сообщение enter минус 1 for exit все так теперь допустим мы сделали такую интерактивную мини-мини игру мы сканируем нашу командную строку вот если же в командную строку вводится минус единичка то мы выходим мы перестаем программа завершается перестаем мониторить нашу командную строку если же нет видите пока не мы продолжаем слушать и записывать в переменную result введенные значения с командной строки сначала выведем сообщение а потом будем записывать в переменную результат новое значение которое мы ввели в командную строку давайте запустим видите проскочила вводит наше сообщение и записывает командную строку так мы можем бесконечно вводить пока не введем минус единичку вайл проверил после итерации когда была пятерка то есть пять не равно минус единичке это истина и вывелось данное сообщение и переменную result мы записали минус единиц данное условие минус единице не равна минус единице это ложь и мы вышли из цикла ввел ввел нет смысла писать ввел то же самое что ввел только естественно по-любому выведется допустим это сообщение по-любому выведется допустим это сообщение по-любому один раз хотя бы выполнится данная инструкция которая находится между этой и этой скобкой если же логическое выражение здесь ложно условие ложно false то программа выйдет из цикла если же истина опять зайдет цикл опять выполнена итерация то есть выполняется блок инструкций и опять проверит истинность логического выражения то есть ничего сложного так ну и цикл for очень часто нам нужно в программировании инициализировать считать итерации то есть ввести какую-то переменную которая будет считать количество выполнений блока кода набора инструкций такое очень да очень часто бывает особенно в каком-то численных методах к примеру и так далее подсчитать количество итераций идея та же самая ну просто более более такой изысканный у него вид у этого for идея та же самая то есть у нас есть логическое условие которое в случае истинности цикл for будет выполнять набор инструкций в случае ложности логического условия цикл for свое выполнение завершить но для того чтобы познакомиться с циклом for давайте мы сначала узнаем если вы конечно не знаете что такое массив массивов java я не допустим я вам говорил что все переменные это по сути ссылки на область памяти в случае java это область кучи на какие-то значения допустим нам нужно хранить несколько значений по одной ссылке для этого как раз нам понадобится массив но java ну массивы объявляются через вот такие вот квадратные скобки открывающие закрывающие скобки инициализировать массивы и объявлять их нужно очень большим количеством способов то есть мы можем указать эти квадратные скобки возле типа переменной как видите тип переменной int указываем квадратные скобки выделяем память new int и сразу же инициализировали данный массив такжеミожем указывать квадратные скобки возле самой переменной в данном случае у нас double да мы возле cowork design квадратные скобки опять же вы Выделили память, оператор new выделяет память и сразу инициализировали наш массив. Также есть такая ленивая инициализация, как называется. То есть мы можем не писать new double, допустим, вернее не new double, а new и тип данных, и указывать, что это массив, не дублировать. По сути, то, что мы написали в левой части, мы можем сразу его инициализировать. Также мы можем объявить массив, как вы видите, в данном случае с шортом мы объявили массив days, выделили память, но мы как бы не инициализировали его. То есть если вы хотите инициализировать его потом, вам не нужно сейчас, вы не знаете, допустим, какими значениями вы будете заполнять данный массив, вы узнаете там спустя несколько десятков строк кода, то вы можете объявить массив, но вы обязаны указать размер этого массива. Вот. Ну, естественно, если вы выйдете за этот размер, то выкинет вам же аваршип. Так, как же доступаться к элементам массива? К элементам массива доступаются по индексу элемента. То есть каждый элемент содержит индекс, как бы айтишник, грубо говоря. Индексирование массива у Java начинается с нуля. В принципе, как в C++ и, по-моему, в C, да. Это сишная тенденция индексирования с нуля. Если вы там программировали когда-то на Pascal, то там все массивы начинают индексацию свою соединиться. Допустим, у нас вот есть массив, да, например, который содержит 12 месяцев. То есть значение от 1 до 12, да. И чтобы получить, допустим, первый месяц, январь, да, нам нужно передать, вывести, в данном случае мы выводим элемент массива в командную строку. Чтобы его вывести, нам нужно передать индекс этого массива. Вернее, этого элемента, да. Как вы видите, январь у нас, первый месяц, будет содержаться под индексом 0. 0 мы указали индекс 0. И в командной строке нам выведет единичку, да. Допустим, теперь нам нужно получить февраль, то мы указываем единичку. То есть под индексом 1 будет второй элемент, под индексом 1. 0, 1. И выведет нам двойку. Естественно, чтобы вывести нам, к примеру, декабрь, нам нужно указать в квадратных скобках 11. Индекс 11. Вот. Ну, как вы уже поняли, да, доступ к элементам массива осуществляется через его индекс, который указывается в квадратных скобках. То есть мы можем даже, допустим, переприсвоить значение, то есть указать month с нулевым индексом, то есть вот этот первый элемент, указать равно, и там присвоить ему двойку, например. Ну, сейчас мы с этим всем разберемся. Итак, допустим, теперь нам это не нужно. Например, с фором посмотрим на int.array, no.new.int Так, и сразу его инициализируем. Допустим, пять элементов у нас будет одном. Так. Теперь, вот видите, мы объявили массив, мы его инициализировали. Чтобы вывести его, мы можем в стомалок endline написать arrays.toString. Ну и укажем array. Все. Если мы запустим данную программу, она нам выведет наш массив. Теперь давайте с помощью цикла for увеличим каждый элемент массива на определенное число. Пишем for. Итак, как вы помните, со слайда в данном сейчас мы должны указать, инициализировать наш счетчик. int и равно 0. Теперь мы должны указать логическое условие пока i меньше array. Чтобы проверить длину массива, количество элементов, которое он содержит, мы можем написать имя массива, то есть имя переменной нашей, и поставить точку и написать length, то есть длина. пока i меньше нашей длины массива, наша длина массива будет равняться пятерке, да, мы увеличиваем наш счетчик на 1 с помощью инкремента. сейчас мы допустим укажем, что происходит плюс равна 1. Итак, что сделает данный код, если вы не понимаете? Мы инициализировали наш счетчик int и равно 0. Мы указали логическое условие, что пока i меньше длины нашего массива, она нашего массива равна равняется 5, потому что 5 элементов там лежат, да, мы увеличиваем каждую итерацию, каждый пробег по этому циклу, то есть отсюда до отсюда, мы увеличиваем наш счетчик на единичку. И мы берем индекс нашего массива, в данном случае, допустим, первая итерация будет индекс нулевой, то есть первому элементу мы прибавляем единичку, а под нулем у нас, под нулевым индексом у нас содержится первый элемент, мы прибавляем к значению 1 единица. Пройдет итерация, да, и станет единичкой, единичка меньше 5, увеличим на единичку, и в данном случае у нас будет рей с индексом 1, индекс 1, 2, да, и мы прибавим к двойке единичку, и теперь уже будет содержаться двойка, и вот так вот напишем до 5, кстати, что сначала мы, как выполняется вообще ноник, сначала мы инициализируем один раз и равно ноль, да, потом мы каждый раз, каждая итерация мы проверяем логическое условие, да, и после завершения итерации, вот примерно вот здесь как бы компилятор подставляет, типа он увеличивает наше и на единичку, да, с помощью инкремента, вот здесь на самом деле она выгодается, ну просто так для нагландности придумали разработчики, да, итак, если вывести потом наш массив, то все элементы его фронтлайн рейс увеличится на единичку, вы помните у нас тут было 1, 2, 3, 4, 5, после того, как выполнится данный цикл фронт, мы увеличим все значения наших элементов массива на единицу, вы видите, ничего в принципе сложного нет, так, и еще конечно же в java можно создавать многомерное массиво, то есть разного степени вложенности элементов, вот если вам знакомы матрицы, если вам знакомы многомерные массивы из других языков, то естественно нечего тут вам сказать, если же вам не знакомы многомерные массивы из других языков, то на знакомой матрице, то к примеру двумерный массив можно представить в виде матрицы, как видите вот здесь на примере двумерный массив мы просто объявили два раза по открывающей и закрывающей скобке, вот это означает, что это двумерный массив, указали имя массива, да, выделили память на него и сразу же инициализировали. Инициализировали двумерный массив с помощью таких вложенных фигурных скобков, да, элементами. Это, по сути, такая получается у нас такая табличка, как матрица, да, и в первом, как бы, рядке у нас будет содержаться 1, 2, 3, во втором рядке 4, 5, 6, в третьем 7, продублировалось 7, вообще 8, 9. Ну и индексы, соответственно, мы указываем номер рядка и номер столбца для каждого элемента. Естественно, все индексирование начинается с нуля. Домашнее задание для вас еще с прошлого урока вам осталось. Теперь вы знаете оператор объявления, знаете циклы. Вот вам такая задача с помощью этих вот двух тем. Вы должны узнать отличия префиксных, префиксных и постфиксных инкрементов или декрементов в Java. Вот, я навел проверку, префиксный, это, вернее, префиксный инкремент, это плюс-плюс-и, а постфиксный инкремент, это и плюс-плюс. Также вашим домашним заданием будет взять массив, отсортировать его с помощью двух алгоритмов. Это алгоритм сортировки вставками и алгоритм сортировки массива пузырьком. Весь материал вам дал, посмотрите, это спрашивает на собеседовании. Довольно-таки часто. То есть сортировка вы должны знать. Вы смотрели LoftBlog, курс введения в Java. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем уроке.